вот теперь чик зефирчики теплый сортирщик вот тут такой пледик клетчатый помните да как было советские времена мне нравится вот такой плед он из тех далеких времен и все все вещи которые я рассказываю они покрыты немножечко нафталином поэтому молодым людям это я думаю не очень интересно смотреть хотя конечно я бы прислушивался если бы я сейчас потому что я сейчас кстати смотрю вылавливаю в интернете людей которым за 70 65 70 75 лет я имею ввиду спортсменов которые очень мало да вы обратили внимание что в интернете найти тех кто себя как-то позиционирует ну имеется ввиду как спортсмен в таком возрасте очень сложно потому что мало кто доживает и мало кто остается в спортивной форме поэтому все вот мои истории они больше все-таки для людей за 50 потому что я не люблю рассказывать то что уже пройдено то есть ну не то что я не люблю рассказывать но теряется чувствительность связь теряется вот нету этой тактильности потому что ну я сейчас могу рассказывать час полтора про жим лежа про остановы про приседания но я сейчас это не делаю и не горю этим поэтому для меня все эти нюансы которые были интересны и в момент моих выступлений когда там порядка 20 лет выступал на соревнованиях они сейчас стерлись из моей памяти потому что мое заболевание дало мне толчок для других размышлений более ну как скажем более жизненных более с моей точки зрения более правильных потому что достижение какого-либо результата в спорте в профессиональном это конечно вопреки здоровью а сейчас все таки ну любой нормальный человек хочет пожить пожить да и вот как пожить то есть я вот хожу фитнес-клуб и вижу людей которые приезжают на дорогих машинах ну про них ходят слухи что это очень богатые люди потому что ну фитнес-клуб такой достаточно значимый для города миллионника но они там кто-то болен ожирением у кого-то болит постоянно поясница он нанимает тренера платит ему деньги тренируется с ним и делают какую-то какие-то какие-то гимнастики какие-то реабилитирующие упражнения и я на все это смотрю и понимаю что ну деньги не решают вот этот вопрос твоего жизнеобеспечения да вот твоего ресурса продолжительности у меня вот вчера или позавчера позвонил товарищ в керчи умер спортсмен который был постарше меня там чуть-чуть за 60 ему которые гири толкал по 60 килограмм ну говорят что умер от ковида хоронили закрытом гробу пусть земля ему будет пухом но дело в том что умирают и не спортсмены и спортсмены умирают и не спортсмены но если вопрос же в другом да вот улучшить качество жизни сегодняшнего дня и я знаю как я живу сейчас вот что я делаю сейчас и я об этом рассказываю поэтому молодые люди могут не согласиться с этой жизненной позиции потому что им у них большие амбиции им хочется результатов а нам уже старичкам эфир зефир и теплый сортир нам бы вот уже сохранить эту энергию конечно которая ее все меньше и меньше да оптимизировать ее направить в правильное русло и прожить оставшееся время желательно без стрессов в полном здравии хорошо играть в настольный теннис но это я про себя говорю да какие задачи я там ставлю себе вот хорошо стоять на мешке суметь ну стратегически обыграть партнера ну оппонента если мы говорим о спарринге да то есть там вот 60 годам хорошо выглядеть то есть не на ли не залиться водой там да не набрать себе в себя там 30 40 лишней мышечной массы 30 40 килограмм да а быть функциональным там подтягиваться раз 15-20 там я сейчас этого не могу делать но я хочу этого сделать да там колесико катать там в полный рост опускаться и вставать там отжиматься раз по сто приседать собственным весом по сто раз на скорость там да вот такие простые вещи незатейливые которые в общем-то все знают но просто их амбиции мешают заниматься простыми обычными нормальными вещами которые сохраняют функциональность сохраняют жизнеспособность но это я сам был в тех в те годы сам был такой амбициозный дерзкий и где мог выступал ходил по залам доказывал свою силу доказывал свою скорость это нормально вот поэтому если вы вот включили канал и чувствуете что это не по возрасту и мои рассуждения ну слишком покрыты нафталином нафиг нужно отключайтесь и идите к молодым здоровым пышущим соками сильным тестостероновым жеребцам а мы здесь уже так по стариковски посидим пообщаемся всем пока